Всем привет! Я нахожусь на флешке, когда записал mx18.1. Посмотрим прямо с флешки, как делать установку на разделы жесткого диска компьютера. Вот имеется значок инсталлятор, инсталлер. Кликнем по нему всего лишь один раз, в левой кнопке мышки, почитаем. Тут пишет, что mxlinux это независимый дистрибутив linux, основанный на стабильной версии дебиана. Так, вот написано layout. Я изменю layout, добавлю сюда английский. И добавлю сюда русский. А этот я просто-напросто убивал. Вот таким вот образом у меня будет раскладка клавиатуры на английское и русское. Вы можете оставить раскладку клавиатуры американскую. Это уже, как говорится, зависит от ваших вкусов. Нажимаем на кнопочку next, следующую. Куда поставить? Можно поставить на жесткий диск. Вот сюда. У меня, кстати, там есть местечко. Ну, давайте. Или на обычный жесткий диск. Я выбираю установку на существующий диск, потому что там у меня в 10-м разделе было как раз все необходимое. Практически шифровать я ничего не буду. Тут нечего шифровать. Нажимаю кнопочку следующей. Сообщение, что все данные будут на разделе уничтожены. Да, ради бога. И пошла установка системы. Значит, ставится MX17 у них всегда по умолчанию. Рабочий стол X-Face. Ну, это, скажем, на любителя. В принципе, рабочий стол неплохой. Ну, у меня он больше по душе. Рабочий стол X-Face. Цинамон. Как-то так он мне по функционалу своему больше нравится. Но, опять-таки, все зависит от любителя. Значит, поскольку MX18 основана на Vibian Stretch на стабильной версии, то практически сюда можно будет ставить любые Vibian файлики. Это раз. И в терминале будут подниматься команды sudo upget install. То есть, практически основные такие вот команды будут соблюдаться. Установка идет довольно-таки быстренько, живенько. Ну, давайте посмотрим, чего там дальше будет. Единственное, помню, что у MX всегда мало было пароля единички, всегда требовал как минимум две цифры. Поэтому здесь, скорее всего, пароль будет две единички. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот. У меня автоматически определило, что ESP я с этим соглашаюсь, не буду ставить тут ни RUT, ни MBR. Пойду на следующее. И, значит, вот загрузчик у меня будет выглядеть вот такой. Таким образом. пишу MX так 18.1 18.1 Так прошло. Вот локаль. А я хочу поставить русскую. Вот. Будет русская локалочка. Часы, что показывал, вот так. Так. Здесь установки временной зоны. Вы ставьте практически свои координаты, свое местоположение. Нажимаем на кнопочку Next. Ну, здесь ими пользователя. Я поставлю User. пароль. Пароль я выставил. Тут две единички. и здесь тоже поставлю две единички. То есть, везде у меня будет пароль две единички. нажмем нажмем кнопочку Следующая и нажмем на кнопочку Finish. Ребут перезагрузиться. Ну, я пока сейчас перезагрузиться не буду, мне нужно сохранить видео. Затем я перезагружусь и уже будем продолжать наш урок жесткого диска. Итак, я загрузился с раздела жесткого диска. Ну, пожалуйста, Linux Mint Linux MX 18.1 Ну, теперь займемся, скажем так, небольшими настройками. Первое. Ну, я хочу панельку сделать горизонтальной. Ну, параметры вот боковая. А я хочу сделать ее горизонтальной. Значки, ну, где-то 46 я сделаю. Так вот. Ну, в принципе, меня это и устроит. Вот таким вот образом. Ну, это уже, скажем так, зависит от любителя. Вот и все. Это я обычно убираю. Мне нравятся несколько другие варианты. Добавить атлеты. Посмотрим, есть ли эти аплеты здесь. Раскладка у нас есть. Снимать экраны, ну, вещь. полезное, но тут пишется, что всего экрана. А мне нужно несколько другое. Ну, закроем пока. Погода. Закрываем. Правой кнопкой свойства. Ну, вот, United Kingdom. А я сейчас поменяю на Liverpool. Итак, сводка погода работает, настроена нормально. Меня это устраивает. Единственное, что я хочу переместить ее куда-нибудь сюда. Да. Вот этот значок я тоже хочу переместить вот сюда. Менюшечный значок. Ну, ладно. Теперь, значит, посмотрим, какие же возможности нам предоставляет система. Вот, я открываю менюшку. Есть такая хорошая, значит, вот у них опция установщик пакетов. Значит, ну, пароль я тут заводил, он равен двум единичкам, один-один, аудио. Что я обычно отмечаю? Для редактирования звуковых файлов. Audacity, броузер, Google Chrome, видео. Ну, значит, я поставлю видеоредактор OpenShot и SM Player. Графика, ну, гендера достаточно мне. Графические рабочие круще окружения. Вот, есть и баги, и есть Gnome, и KDE, и LXDE, и Mate, а моего любимого Codamon'a нет. Ну, посмотрим, как эта проблема решает. Док панели Flank, очки, игры, конвертер, Handbrake неплохой, Media Center, Codeflex, скажем так, это не мое, обои, поклонная менеджера. но для любителей кубов, вращающихся на экране и так далее, можете себе компис ответить. я этим делом перепарел, поэтому мне это не нужно. Вот, Master PDF редактор, я просто удовольствием взял программу для чтения файлов в формате PDF тоже, тоже, печать, Google Tag, сеть, Dropbox, ну что, никуда не Мегасинк, две нужные программы, Springcast, ну я себя уже отметил, в Google Play Studio она у меня стоит, и Simple Screen Recorder стоит. Создание снимков экрана. Здесь мы пока посмотрим. Так, удаленный доступ в TeamViewer, утилиты, ну, группка стомайзер это говорится, сам Бог велел. Хайловые менеджеры, ну, Flash, электронная почта, ядра, в ядрах, пока трогать ничего не буду, язык, язык, ну давайте посмотрим, что тут с языком, русский, раз, для Firefox, два, фанты, возьмем, для любви, для любви, офиса, возьмем, этим я не пользуюсь, так, и последний, торрент, ну, по-любому, теперь нажмем на установку, и программа начинает установку, сразу спрашивает, да или нет, я, значит, нахожусь в английской, хат слабкий, поэтому я набираю yes, то же самое, что русская, да, нажимаю enter, и пошла установка этих программ, пока, я, значит, на время, пока идет эта установка, я прервусь, итак, большинство программ я установил, мне установился только TeamView, TeamView, но с этим будем разбираться позже, но давайте посмотрим, что теперь у нас умеется, вот и медиа, так, аудасити, редакция звука есть, программа для записи с экрана OBS я еще сейчас пользуюсь, она есть, видеоредактор OpenShot есть, запись с экрана SimpleScreenRecorder есть, ну, в принципе, самые-таки необходимые программы есть, в интернете Dropbox есть, Megasync есть, Google Chrome я поставил, настроил, значит, единственное, что я поставил на Google Chrome, это вот вот эти вот расширения, смотрите, идете в приложение, вот здесь заводите Adblock, это вот блокиратор рекламы, и идете вот сюда, Magic Actions, тоже хорошая штучка, в ней я всего лишь выставил вот, 1080, разрешение своего экрана, тоже очень хорошая штука, и тоже гасит рекламу на трубе, вот, такие вот всего лишь две штучки, и поставил свой сайт закладочки, вот практически и все, теперь, значит, что мы сделаем, скачаю иконочки, мне они нравятся, и скачаю я в халик программы Cherry3, вот, там 16 мегапси, он маленький, обычная загрузка, вот эти два файлика я скачал, а теперь, что я сделаю, я пойду в загрузки, вот здесь у меня папочки видны только, а мне нужно еще, чтобы было видно скрытые файлы, вот здесь я отмечу, скрытые файлы, вот, теперь я иду в загрузки, а, вот, файлик, похоже, коночки не скачал, давайте проверим, давайте проверим, уберем снова в коночки, и скачаем вот этот файлик, вот коночки я скачал, идем в загрузки, этот файлик я просто беру, вырезаю, поднимаюсь повыше, и здесь где-то у меня должно быть коночки, вот они, и сюда наглым образом просто беру его и вставляю, и вставляю, так же, значит, я сделаю папочку для Cherry3, создать каталог, здесь я напишу Cherry3, и в этот каталог я помещу и загрузку в файлик вот, команда и видео, тоже вырежу, и вот, сюда его вставлю, вот, две такие, скажем, операции, и теперь, значит, займемся настройками, в каком плане, вот, и так, гаджеты я скачал, откроем менеджер и из загрузок возьмем-ка я, вот, короткую иконочку, да, в принципе, возьму я и хобби, вырезать, перескручим сюда, и сюда вставим, теперь пойдем в конки менеджер, отменим эту иконочку, и поставим, вот, короткую иконочку, и теперь займемся ее настройками, размеры, прозрачность транспорта, прозрачная, псевдопозрачная, ну, вот это меня устраивает, вот, так, ну, и посмотрим, цепляет ли сеть, что у нас тут с сетью, напечатаем, команду, для, поиска и определения доступных сетей, мы набираем эту команду, и нажимаем Enter, iwconfig, и смотрим, или в лан ноль, ну, давайте посмотрим, в лан ноль, и проверим на чем-нибудь, ну, например, реакции никакой, и в лан один попробуем, тоже никакой, а, забыл я нажать на клавишу Wi-Fi, вот, лан, так, здесь попробуем переключиться, тоже реакции нет, и попробуем еще разочек, нажать на единичку, и, ну, вот, циферки по экрану побежали, побежало составление графика, то есть, здесь теперь сеть настроена, в каком плане, чтобы она отображалась на коночках, и вот здесь я еще делаю, вот, включаю, чтобы было, оконочки были всегда включены, при старте компьютера, чтобы у меня сразу, появлялась моя оконочка, потому что у меня, практически, отображена вся необходимая на ней информация, вот, вот, такие вот, самые основные настройки, значит, я сделал, а теперь, значит, это некоторые программы, естественно, нужно вставить в пакет синаптик, а давайте поищем его, вот, здесь я наберу син, я пока его добавлю на панель, и передвину, ну, куда-нибудь, вот сюда, вот, запускаем его, ставим две единички, нажимаем Enter, Ну что, программа, которую я хочу поставить, называется Cherry 3, вот она, красавица, здесь стоит, отмечаем ее для установки, применить, пусть она себе устанавливается, и закроется, когда закончится установка, и так программу мы установили, ну, давайте посмотрим, где она тут, все, вот она, и в ней, значит, я укажу путь к хайлику, значит, вот Cherry 3 у меня, открыть, ну, вот практически, дело сделано, значит, теперь, что я хочу сделать, значит, вот, посмотрите на такую вещь, одну секунду, вот, я программу-то закрыл или нет, ну, ладно, не столь важно, если пойти вот сюда, установщик пакетов, у нас он занялся, ну, короче, я хочу установить, я хочу установить, рабочий стол, цинамон, а его, из предлагаемого списка рабочих окружений, нет, вот это что здесь, цинамон, и давайте посмотрим, что нам предложит цинамптика, ну, во-первых, вот предлагается, нам он, инновационный, комфортный, рабочий стол, с чем я согласен, на тысячу процентов, вот его я хочу себе и установить, применяем, так, цинамон, рабочее окружение я поставил, теперь вот давайте посмотрим, посмотрим, что я буду делать, я вот пойду сюда, нажму, так, выйти, иметь пользователя, заблокировать, вот я пойду сюда, и нажму на выйти, и при, когда я выйду, передо мной будет экран, я побегу там наверх, и выберу себе, и выберу себе, не X-Face, рабочий стол, а выберу цинамон, поэтому я сейчас, пока, запись, остановлю, вот я заскочил, выбрал, вот здесь вот сверху, рабочий стол цинамон, и оказался, на своем, любимом, рабочем столе, цинамон, здесь я набираю, изменить панель, move, передвинуть панель, вот здесь нажимаю левой кнопкой, свойства панели, вот здесь я выбираю, вот так вот, покрупнее, чтобы были видны, значки, в принципе, меня, размер устраивает, ну, закроем, ну, вот, теперь, значит, добавим, сюда панельку, планк, у меня планк, где-то был, стандартных, вот оно, значит, ну, из планка, значит, я, выкидываю то, что мне, не нужно, добавлю лишь вот, через три, почтовую программу тоже уберу, оставим OBS Studio пока здесь, и потихонечку, будем заниматься, скажем так, другими настройками, значит, что это у нас тут такое, вот, хорошо, нажмем обновить, заведем пароль, здесь пароль у меня две единички, нажмем буковку Yes, Enter, и пусть он там себе, себе спокойненько обновляется, так, он обновляется, вот я побегу в автозагрузку, Startup Applications, и добавлю сюда, во-первых, планк, давайте его поищем, вот, добавим его, теперь, я еще, когда обновление закончится, я через Synaptic, поставлю еще одно обновление, еще одну программку, так, давайте-ка мы пока, поищем, где здесь Synaptic, у нас сидит, мы, домк, пойдем Apaeön, мы, один, который поставил, Итак, нерестın, ктоけて пос που stri Common Him направ%, пусть он такebe, истили, там, поэтому, он так Engagement Он, לא streamlined, прямо combined, ällt legislative, Emma ile, менеджер пакета синаптик но его я тоже хочу прикрепить на планке и пусть он у меня тут пока находится это поставим так вот это уже мои собственные, скажем так те, как я там расставляю, что мне нужно программа, значит обновление делает необходимое обновление и они на ценамоне также будут работать и получится, что у вас MX18.1 будет иметь два рабочих стола X-Face и ценамон и вы всегда сможете выбрать любой из них, на котором вам будет комфортнее работать вот таким вот образом появляется долгожданное сообщение, что все сделано и окно терминала можно закрыть нажмем кнопочку enter вот обновление было большое давайте вот сюда еще зайду в настройки зайду я сюда там поищем что у нас тут есть ну первое ну первое никогда потому что я работаю от сети моторейки моторейки мне не нужны фейборд на складки добавим русскую ну затем пойдем на переключение другую другую раскладку ну я всегда пользуюсь старой виндосовской альшифт вы можете выбрать любую которая вам больше будет по душе вот так вот так что еще здесь есть интересного темы давайте посмотрим какие темы здесь есть так иконки мне нравятся иконки одевают так рабочий стол вот и выбираются на вот для меня этого будет скажем так достаточно и я хочу запустить так же вот у меня картачивался конки менеджер так установках все включено ну что теперь я перезагружусь и займемся скажем уже дальнейшей настройкой системы ну а теперь я в автостарте хочу еще добавить эту программу для запуска я часто ей пользуюсь вот ее значок вот здесь анборд вот она теперь при загрузке системы у меня этот значок будет постоянно у меня здесь сидеть вот это английская раскладка а вот я могу пойти сюда переключиться на русскую здесь будут русские буквы поэтому для тем кто сидит немножко далеки от компьютера в кресле но есть мышка ну а можно пользоваться вот такими вот полезняшками так и так еще какие есть полезные функции у mx17 их они есть и скажем так в очень приличном количестве давайте-ка поищем вот mx инструменты я вот сейчас я тоже так вот закреплю вот здесь одним из важных моментов является значит создание снимка системы которую вы настроили ну перед этим я бы рекомендовал воспользоваться еще одной программой так сейчас я ее найду значит эту программу мы сейчас поставим наберем две единички и заведем здесь овечка time shift это программа называется time shift вот она отметим ее для установки применить тоже весьма полезная программа особенно она бывает нужно при настройке поэтому я бы ее рекомендовал всем ее ставить с самого начала вот только вы запустили новую систему сразу ставьте через синаптик эту программу и делайте при помощи этой программы это контрольный снимочек системы объясню почему в отличие от собственных возможностей mx так так вот эта программа сейчас заведем пароль и я также ее закреплю на планке вот сюда вот пусть она мне просканирует все диски оценит размеры системы и вот помнится мне что у меня здесь вот было все самое необходимое все мои образы созданы программой time shift далее далее и за и вот теперь просто напросто мне надо было это сделать с самого начала только поставил систему ставить через синаптик эту программу вот создать снимочек системы и пусть она ее себе потихонечку создает и так снимочек сделан это еще больше увеличивает наши шансы скажем на безопасность системы если там произойдет какая-нибудь там неполадка и так далее и вот теперь значит мы идем вот сюда и также делаем контрольный снимок системы наберем наберем наши две единички здесь предлагается место где хранить вот я выберу другую папочку я посмотрю что у нас тут есть манжаро диппин реанимат да пожалуй вот на этой папочке я и сохраню свою мх17 вот здесь вот следующий то есть я храню файлик snapshot из образ на другом разделе жесткого диска ну тут по-русски читать умеете значит если хотите исключить все папки то подмечайте галочкой чтобы ваше барахло занимало меньше места у меня пока барахла здесь вообще нет ну вот может быть только в загрузках сохранение учетных записей для личного резервного копирования ну делаю для себя поэтому я делаю так если бы делал для всех дистрибутив то был бы другой вариант нажимаю на следующий и и программа начала создание файлика иза который можно потом будет всегда записать на флешку с флешки значит можно будет всегда скажем так восстановиться так я вот сейчас не знаю сможем ли мы сделать вот такой вот козор прикрепить файлик установки сюда ну давайте посмотрим и так создание образа завершено мы всегда его можем просмотреть просмотреть можно будет вот таким вот я думаю образом давайте поглянем не может это выразить сможет наберем пароль так теперь сможем будет вот sagt И посмотрим на размеры нашего образа. Вот 2,9 гигабайта снимочек. Мы потом можем сделать отдельную папочку, обозвать ее MX и складывать туда эти снимочки. Они у меня хранятся на отдельном разделе жесткого диска, где я храню копии всех своих систем. Вот таким вот образом.